МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Скандинавские технологии или как зарабатывать на утилизации мусора"? В столицу региона впервые прибыл генеральный консул Швеции. Центральное термозаседание. Переработка бытовых отходов. К чему должен стремиться Ненинский округ в этом направлении? Увидел, заснял, выложил в интернет. Россияне теперь смогут напрямую жаловаться в Министерство транспорта на плохие дороги, приложение Народного фронта, карта убитых дорог. Интегрируют с информационной системой профильного ведомства. Как это будет работать? Недоступная среда. Здание местного отделения Всероссийского общества слепых завалило снегом. Всему виной коммунальная техника, которая чистит тротуары. Чем закончилась история? Территория комфорта. В мэрии продолжается сбор предложений от норейнмарцев в рамках программы «Комфортная среда». Из 16 объектов 6 уже приняты к рассмотрению. Какие территории будут благоустроены в первую очередь? И как отдать свой голос? Снегоходы хорошо, а олени лучше. В Норейнмаре готовятся к проведению традиционного праздника ненцев Сяменхат-Меретам. Там гостей ждут гонки на олених упряжках и обширная культурная программа. Об этом и не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги среды. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Обмен опытом в сфере обращения с коммунальными отходами и налаживание культурных связей. В Ненецкий округ с визитом впервые прибыл генеральный консул Швеции Ева Сунквест в планах делегации встречи с руководителями профильных департаментов и жилищно-коммунальных объектов. Кроме того, запланирована обширная культурная программа. Тем продолжит Ольга Русул. Это первый визит шведской стороны в Ненецкий округ. Первая встреча носит ознакомительный характер. Но уже на этапе знакомства иностранные партнеры готовы поделиться уникальным опытом в сфере переработки отходов. Ведь эта страна настолько преуспела в области утилизации мусора, что даже зарабатывает, вывозя его из других стран. Мы прикладываем большие усилия для эффективного решения данного вопроса, потому что проблема переработки отходов связана в первую очередь с проблемой изменения климата. И она играет важную роль в этом отношении. Поэтому мы стараемся прикладывать все усилия для того, чтобы решить проблемы с отходами. В Швеции утилизируется 99% бытовых отходов. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом шведы научились эффективно превращать мусор в энергию. Почти половина отходов в стране сжигается. Но только после тщательной сортировки пластмасса, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза. И на самом деле, конечно, с точки зрения развития окружающей следы, с точки зрения минимизации нагрузки на окружающую следу, с наиболее эффективным способом было бы осуществлять экспорт опасных отходов из России в страны Скандинавии для переработки на соответствующих производственных обществах. Возможно, этот первый визит станет началом тесного сотрудничества между Швецией и Ненецким округом в сфере обращения с бытовыми отходами. Ведь бесценный опыт соседей можно взять на вооружение. Нам действительно далеко еще до такого уровня переработки, до такого уровня обращения с твердыми коммунальными отходами. Но, тем не менее, это одна из так называемых указных целей или тех целей, национальных целей, которые президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сформулировал в своем майском так называемом указе номер 204. И, соответственно, эти же цели, они транслируются на региональный уровень в виде региональных проектов. Что касается культурного обмена, то в планах делегации познакомить ненецких детей и подростков с современной шведской литературой. Мероприятия состоятся в Ненецкой центральной библиотеке. Также мы решили продемонстрировать шведскую детскую литературу. Выставка, которую мы показываем в Ненецкой национальной библиотеке, посвящена детскому чтению и показывает точку зрения шведской детской литературы. Кроме того, в программе культурного обмена демонстрация художественного фильма шведских авторов. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Россияне при помощи специального мобильного приложения «Карта убитых дорог» получат возможность напрямую жаловаться в Министерство транспорта России на некачественное дорожное полотно и неработающие светофоры. Об этом сообщает газета «Известия». В первом полугодии 2019 года мобильное приложение Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтрансом. После чего заявки, которые направляются на «Карту убитых дорог», будут моментально перенаправляться на портал «Добродел» и автоматически попадать на стол чиновников. При этом издание напоминает, что до 2024 года строительство и реконструкция трасс в России будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». За шесть лет регионы потратят на него 4 триллиона рублей. Федеральный бюджет направит 441 миллиард. Нацпроект охватит 104 города в 83 субъектах России. Не пройти, не проехать. Подход к зданию, где располагается региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, засыпают снегом. После очередной уборки тротуара напротив здания спецтехника оставила высокий снежный бордюр, преодолеть который людям с ограниченными возможностями здоровья нереально. Тема продолжит моя коллега Ирина Некешина. Эту проблему мы создали не сами. Это нам создают каждый день. По этой дороге идет трактор и всегда снег всыпает нам. Мы уже лопатами здесь просто не справляемся. На сегодняшний день здесь не могут зайти инвалиды в наше здание. Уже о колясочниках и говорить не стоит. И опорники, и ампутанты, они никто сюда не могут зайти. Еще одно препятствие на пути к доступной среде – огромный снежный сугроб при въезде на парковку. Посмотрите, что с нашей стоянкой делается. Спецтранспорт сюда не подъезжает уже. Невозможно. Что делать? Мне сегодня пришлось звонить приемную губернатора. Но это же не губернатора дело решать такие вопросы. Пожалуйста, уважаемые руководители городской администрации, чистого города, ДРСУ, помогите нам решить вот эту проблему. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, председатель регионального отделения обратилась в нашу съемочную группу и в Общероссийский народный фронт. Мы, молодежка ИОНФ, организовали уборку входной группы. И, по сути, ребята молодцы. Сразу отреагировали. Пришли, убрали. Сегодня мы сделаем обращение по линии в городскую администрацию и, наверное, в окружную администрацию обязательно обратимся, чтобы на это обратили внимание окружные власти. Меньше часа потребовалось ребятам из молодежки ИОНФ, чтобы расчистить подход к зданию. В региональном отделении Всероссийского общества инвалидов надеются, что впредь эта проблема не повторится. Жители Ненинского округа стали чаще пользоваться порталом «Народный контроль». В феврале поступило 70 обращений, что в три раза больше, чем в предыдущем месяце. Большинство жалоб касаются темы жилищно-коммунального хозяйства. Это уборка снега на улицах и вывоз мусора. На портале зарегистрированы более 700 жителей региона. Они вместе с командой проекта участвуют в развитии региона, своевременно сообщая о проблемах и проходя опросы по наиболее значимым темам. В феврале лидерами по количеству решенных проблем жителей стали мэрия Наринмара и департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Напомню, отправить сообщения в профильные органы власти можно на портале народ83.ру. Для этого нужно заполнить простую форму. В течение пяти рабочих дней вы получите ответ от квалифицированных специалистов профильных ведомств. В администрацию Наринмара поступило 16 заявлений, на благоустройство города через точки сбора предложений. Горожане отметили территории, которые по их усмотрению необходимо благоустроить в 2019 году, а также в 2020 и 2022 годах. Как пояснили в Управлении строительства ЖКХ и градостроительной деятельности из 16 предложений, 6 были приняты к рассмотрению и прошли рейтинговое голосование. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке в 2019 году. Среди заявок на 2020 и 2022 годы есть предложение привести в порядок территорию между Ненецкой окружной больницей и кладбищем. По мнению горожан, там можно разбить сквер памяти, обустроить дорожки, установить скамейки, фонари, посадить деревья. Сегодня эта территория является пустырем. Также жители Наринмара предлагают обустроить детскую площадку в районе улицы Хатанзийского, 13 тротуары для прогулок с колясками по улице Рабочая, благоустроить территорию на улице Южная в районе домов номер 44, 43 и 41. Лесозаводчане предлагают обустроить площадку для активного занятия спортом. Жители Старого аэропорта хотят, чтобы в микрорайоне появился футбольный стадион. Напомню, сбор предложений по территориям, которые будут благоустроены в 2020-2022 годах, продолжится до 22 марта. Заявку можно подать в магазинах Печеряночка и Кооператор, в спортивной школе труд, торговом центре «Строймастер», в дворце культуры Арктика, в дворце спорта «Норд» и в администрации Наринмара. Другим темам мнение жителей Ненецкого округа учтут. При определении сроков весенней охоты опрос среди окруженных охотников организован на региональном портале «Народный контроль». Об этом сообщает Департамент по взаимодействию с органами местного сумправления и внешними связями Ненецкого округа. Участникам опроса предлагается выбрать наиболее оптимальные сроки охоты отдельно по западному, центральному и восточному участкам. Весенняя охота проходит на каждом из участков в течение 10 календарных дней в соответствии с правилами Минприроды России. Опрос продлится до 15 апреля. Его результаты учтут при установлении сроков весенней охоты 2019 года. После их утверждения начнется выдача разрешений на весеннюю охоту. За весь ее период каждый охотник сможет добыть не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Напомню, с 2018 года сроки весенней охоты в Ненецком округе устанавливаются на региональном уровне. Такое решение окружных властей было принято на основе обращения охотников региона и согласовано с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования России. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа приглашает волонтеров для помощи в проведении второго регионального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Каждый из добровольных помощников чемпионата пройдет обучение на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова. Записаться в волонтеры может любой желающий. Сделать это можно по телефону 469-00 или на официальном сайте проекта. Как пояснили, в профильном департаменте для работы волонтерами приглашаются те, кто неравнодушен к проблемам инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто готов внести посильный вклад в улучшение инклюзивной культуры региона. Это могут быть педагоги, медицинские работники, студенты. Добровольцы пройдут программу обучения по уникальной образовательной методике и смогут применить приобретенные навыки на чемпионате. Напомню, региональный этап пройдет в Наринмаре с 22 по 26 апреля. Как сообщают организаторы, в этом году в конкурсе 10 компетенций, три из них новые. Ожидается, что участие в чемпионате примут порядка 70 человек. В Ненинском округе подвели итоги регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. По его итогам 99 человек становились победителями и призерами 151 раз. С учетом того, что некоторые ученики одновременно успешны по нескольким предметам. В 2019 году большинство отдаленных сельских образовательных учреждений смогли пройти испытания на знания школьных предметов в дистанционном режиме. Это позволило большему числу участников отдаленных трудодоступных поселков, таких как Великовисочная Несема, Нижняя Пеша, Тельвиска, а также поселков Красная Хрута, Амдрама и Каратайка, принять участие в Олимпиаде. Во второй муниципальный этап Олимпиады прошли уже 755 школьников 7,7 и 11 классов. В третьем региональном этапе участвовали по традиции только старшеклассники, это 9 и 11 классы. Всего в этом году интеллектуальные состязания третьего уровня прошли 199 человек. По итогам этого этапа было выявлено 20 победителей и 131 призер. По представленным от региона данным на федеральном уровне сформируют списки тех талантливых ребят, кто сможет принять участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. Он пройдет в конце марта-апреля в различных регионах страны. Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения известного ненецкого поэта Алексея Пичкова, прошел сегодня в окружной библиотеке. Мероприятие стоялось в рамках занятия факультета и краеведения Института пожилых людей. Все подробности далее. Он говорил, Канин – курапачья держава, река – речка не рута, ледяной глоток, ручей у него как парнишка. Поэта Алексея Пичкова часто называют ненецкий Есенин. Через свои стихи, поэтические строчки, он передает душевное состояние, свою философию жизни, жизни коренного ненца. Может, от того, что ты отторгнут и лишен внимания и любви, по буграм олени ночью стонут, умирая в розовой крови. Творчество Алексея Пичкова понятно и близко взрослым и детям. Его стихи любят, учат наизусть. Да и сам автор лично знаком многим жителям округа. Зоя Шалькова, слушательница факультета, с теплотой вспоминает мэтра. Летом мы ходили на сенокос, и он как раз заходил в нашу бригаду. Там половина работала учеников, потому что учениками в основном сенокос ставился. А взрослых было немного. Грабельщик, котельщик и кочевка, и все большее. Остальное все детьми делалось. Но он к нам мало подходил, так как разговаривал в основном с людьми. За свою жизнь Алексей Пичков издал 15 поэтических сборников. Кроме того, он писал в прозе. Обучал поэтическому мастерству молодых даровитых поэтов. Я очень люблю Алексея Ильича Пичкова. Мне кажется, с рождения каждый как пушки научат, так и Алексея Ильича Пичкова изучают. Поэтому я с большим уважением. Вот как на мероприятии я сказала, я люблю его философа. Когда он размышляет, говорит о тундре, переносится куда-то далеко в себя, но в то же время он близок ко всему. Ко всем жителям Ненецкого автономного округа. Алексей Пичков – великий ненецкий поэт. Больше 10 лет назад ушел от нас, но оставил частичку себя в стихах. Он стал классиком ненецкой литературы. Классиком, которого цитируют, любят, знают и помнят. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». И в завершении выпуска в Наринмаре идет подготовка к гонкам на оленях-упряжках. Соревнования пройдут 23 марта в рамках праздника «Саминхат-Миретам». Место традиционное – Качгартинская курья. Регистрация участников состоится утром, непосредственно в день состязания. Гонщиков ждут отборочные заезды как среди женщин, так и среди мужчин. Ну а уже после финальный этап. Для гостей праздника подготовят большую развлекательную программу. Это катание на оленях-упряжках, посещение настоящего ненецкого чума, в котором приготовят блюда местной кухни. Также каждый желающий сможет стать участником конкурса по изготовлению снежных фигур «Веселый снеговик» или принять участие в разнообразных играх. Ну а центральным же событием культурной программы станет смотр-дефили национальной ненецкой одежды. Ее привезут на праздник оленеводы и чумработницы, ведущие кочевобра жизни. Помимо прочего, в этнокультурном центре состоится гала-концерт окружного праздника ненецкой культуры «Савасем», на котором выступят не только местные творческие коллективы, но и гости из города Салихарда. Завершит мероприятие торжественная церемония награждения победителей состязания. Оно состоится во Дворце культуры Арктика. И так напомню, гонки состоятся 23 марта. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Всего хорошего и до встречи в эфире. Продолжение следует...